Продолжение следует... Запись ведется, если кто-то хочет посмотреть это потом, то все будет. Спасибо. Фамилию правильно произнес. Я шерю свой экран и я начинаю. Всем привет. Сегодня я буду рассказывать про проблему обобщения в REL, а именно про основные тренды развития этой проблемы, точнее тренды ее решения, и основные, скажем так, самые важные и самые лучшие алгоритмы, которые сейчас есть. Для начала, чтобы понятно было, о чем вообще речь, я буду рассказывать, по сути, пересказ вот этой статьи, которая приведена на экране. Это сервей на тему как раз-таки обобщения в REL. Несмотря на то, что это просто сервей, это очень классная статья, я всем рекомендую, кому интересно эту тему ее прочитать, она очень круто написана, и она действительно что-то привносит новое в сообщество, потому что это не просто сервей, а там очень большая категоризация и высказано очень много значительных интересных инсайтов. Но сначала я, скажем так, представлюсь. Меня зовут Артем. Я студент магистратуры в ТЭИ и Центре коллективного моделирования. Я занимаюсь своим исследованием структурированным обучением с подкреплением на основе модели для как раз-таки обобщения в REL. И также я немного занимаюсь REL, как бы инструктированным естественным языком. Очень быстро расскажем про то, в какой постановке мы действуем формальной. Как обычно, у нас есть марковские процессы принятия решений, пространство состояния, пространство действий, функция награды, которая принимает состояние действия следующего состояния и выдает скалерную награду. У нас есть потенциально-стахистическое распределение динамики над состояниями. И у нас есть распределение над начальными состояниями. И в REL мы обычно максимизируем следующую ручину. Мы максимизируем усредненную награду на бесконечной траектории, где первое состояние берется из начального распределения, а все следующие состояния действия берутся из стратегии и из динамики. Давайте для начала ответим на такой вопрос, а зачем вообще это делать? Зачем вообще REL может динамизовать? Во-первых, мы, наверное, хотим не просто, чтобы наши агенты решали моджок, а чтобы они это делали устойчиво, чтобы если бы мы привнесли в нашу среду какие-то дистракторы, они бы были устойчивы к этим дистракторам. Во-вторых, чтобы, очень естественное предположение, то, что мы хотим, чтобы наши агенты могли, обучившись на одном наборе целей, переносить свое поведение на другие цели. Ну и такая уже прям классическая задача, которая, наверное, пожалуй, самая первая возникла в области общения в REL, это Sim2Real. То есть обучившись на симуляторике, мы переносим эту стратегию, которая у нас есть, возможно, дообучаем уже на реальном роботе. Все для того, чтобы просто обучить REL на реальном роботе. За этими словами стоят на самом деле три вида обобщения. На самом деле, каждый из этих примеров, это не обязательно, например, только обобщение к наблюдениям. То есть устойчивость, это не обязательно только обобщение к наблюдениям, может быть не только это, но я об этом скажу чуть позже. В данном случае, если мы посмотрим на вот эту картинку, которую я тут привожу в пример, то можно сказать, что, например, устойчивость – это один из видов обобщения к новым видам наблюдений. Понимание новых целей – это обобщение к новым видам функций награды. И понимание, точнее, перенос с симулятором на реальный мир – это в том числе обобщение к новым видам динамики, потому что в симуляторе и в реальности роботы могут немножко по-другому работать. Если суммализировать все это вместе, складывать, то наша общая цель, зачем мы занимаемся этой задачей, она в том, чтобы задеплоить наши стратегии в изменяющийся мир. Это не обязательно может быть реальный мир, но это мир, в котором что-то по-другому по сравнению с тем миром, в котором мы обучались. Итак, о чем я буду сегодня говорить? Во-первых, я попытаюсь объяснить, что вообще это значит, обобщать. Попытаюсь ответить на вопрос, возможно ли это в принципе, насколько это возможно. Попытаюсь очень кратко сказать основные тренды, как люди этого достигают. И в конце будет про то, какие в той статье, которую я, собственно, разбираю, какие потенциальные направления развития могут быть. Для начала немного про обычный generalization. У нас есть обучающее распределение, у нас есть тестовое распределение. Мы минимизируем нашу функцию патерпно-обучающем распределении, и мы хотим, чтобы на тестовом распределении она была как можно ниже. И мы также иногда смотрим на такую величину, как generalization gap, зазор обобщения. Я не очень помню, как это по-русски называется. Но суть в том, что на тесте, понятно, так как модель наша не обучается, ее перформанс будет немножко хуже. И generalization весь, он про то, насколько хуже он будет, как делать так, чтобы он был как можно лучше на тесте. Если подумать, то на самом деле можно вспомнить, что эти датасеты, трейн и тест, они на самом деле сформированы из каких-то распределений, и тогда можно задаться вопросом, а как соотносятся эти два распределения. Если они совпадают, то мы называем этот случай и distribution в общении. Если они не совпадают, мы называем это обычно auto-distribution в общении. Понятное дело, что такую идеологию можно применить и к RL, но на самом деле можно пойти немного дальше. И вот что именно можно сделать. В недавней статье, вот ссылка переведена внизу, привели такую очень интересную таксономию вообще видов обобщения. Изначально она была мотивирована, скажем так, естественным языком и те фактом, скажем так, спекулятивным заявлением, что понять обобщение – это то же самое. Чтобы понять обобщение, нужно понять язык, потому что структура, как бы проблема обобщения, она очень похожа на структуру языка. И авторы выделили пять видов обобщения. Первый – это систематичность. Это когда мы учимся на разных комбинациях разных фактов и потом на этапе тестирования просто используем те факты, те примеры, скажем так, которые нам уже давали, но в новой комбинации, которую мы не видели. Продуктивность – это когда мы учимся, грубо говоря, экстраполировать. Нам показывали… У нас робот учился стекать три кубика, а мы его на тесте попросили поставить пять кубиков. То есть он учится экстраполировать. Подстановочность, субжитивити, то есть способность модели обобщать к перестановкам разных частей, с заменой разных частей на синонимы. Я на следующем слайде объясню это более немножко подробно. Локализм, то есть насколько вообще модель, она не подвержена влиянию каких-то глобальных факторов, которые меняются. Насколько ее… То, на что она обращает внимание, насколько это локально. Если есть какая-то структура в проблеме, которую она решает, то, наверное, локализм – это что-то, что нужно. И, скажем так, ultimate версия обобщения – это overgeneralization, переобобщение, как противоположность переобучению. Это когда у нас наша модель устойчива и обращает внимание на всякие крайние случаи и исключения. Давайте посмотрим на то, как это можно применить в КРЛ вообще. Например, систематичность. Мы можем рассмотреть задачку перемещения кубика, и мы можем обучать модельку на разных комбинациях размера кубика, разных комбинациях длины, ширины, высоты. И для того, чтобы протестировать систематическое обобщение, нам нужно будет просто скомбинировать, показать нашему агенту новую комбинацию, которую он не видел. Но при этом конкретное значение, например, высоты кубика, он мог видеть конкретное значение ширины кубика, он мог видеть продуктивность. Вот такой пример. Мы учим робота перемещать кубик в близкое положение, а тестируем его возможность переместить кубик чуть дальше. То есть насколько он хорошо экстраполирует на новое положение. Локализм. Представьте, что роботу нужно поставить кубик куда-то сюда, но при этом есть еще кубик, который стоит далеко. И по идее он не должен на него влиять. То есть модель должна быть устойчива к таким дистракторам. И если она устойчива, мы говорим, что чтобы протестировать локализм, мы можем рассмотреть вот такой случай. И подстановочность – это, например, когда мы хотим, чтобы агент понял, что, например, физические свойства мира, с которым он взаимодействует, они не зависят от того же цвета объектов, с которыми он работает. Вот тут такой пример такой рандомизации цветов робота. Чтобы формализовать задачу обобщения, давайте рассмотрим, авторы точнее рассматривают структуру, которую они называют контекстной MDP. Что это такое? Идея в том, что мы состояние наше факторизуем на то, что изменяется и то, что неизменно внутри одного эпизода. В частности, наш стейт превращается в такую пару, где C – это контекст, а S штрих – это, собственно, изменное состояние. Если посмотреть на этой схеме, то в рамках одного эпизода у нас стейт – это пара вот этих двух вещей, и здесь контекст не меняется вообще, а вот эта часть стейта изменяется. Почему именно так? Можно было бы, например, сказать, что у нас вместо разных контекстов есть разная MDP. Авторы говорят, что так удобнее, потому что это позволяет более тонко настраивать модели. Потому что мы просто говорим, что мы можем явно замоделировать ту часть стейта, которая у нас изменяется, и ту часть стейта, которая не изменяется. Там будут потом примеры моделей, которые это делают. И мы определяем, собственно, очень похоже на то, что делалось в обычном REL, мы определяем average return метрику, как усредненный по всем контекстам средняя награда модели на конкретном MDP с начальным контекстом. Ну и наша цель – это, обучившись на трейновом множестве контекстов, максимизировать награду на тестовом. Обычно такую рассматривают, но альтернативный подход этому – это рассмотреть generalization gap, зазор между трейновым, между перформансом на трейне и на тесте. Что в какой ситуации выбрать, это вот тоже интересный вопрос. Они говорят, что среды в REL, они очень-очень всеразные. И алгоритм, каждый алгоритм, он на одних средах может работать очень хорошо, на других – очень плохо. И имеет смысл смотреть на generalization gap в целом, когда мы хотим оценить потенциал агента к обобщению. То есть, да, мы можем достичь хорошей награды на тесте, на тестовых тасках, но какой ценой нам это достанется? Вот это вопрос. И на этот вопрос отвечает generalization gap. Вот. И я не сказал, что же такое контексты. Контекст – это такое обобщение понятия, например, седа в процедурно-генерируемых средах или инструкции в средах, где на естественном языке инструктирует человек-агента. Вот. Либо какие-то параметры в параметрических средах. Параметры – я имею в виду то, что меняется от задачи к задачи. Тот же самый размер кубика. Вот. Это пример контекста. Вот. Сейчас я расскажу про несколько сред. Эти среды, они не… Это не полный список, потому что в самой статье разбирается больше 50 сред. Это такие, скажем так, выбранные луной самые репрезентативные центроиды кластеров, которые показывают вообще, какие бывают типы обобщения и какие типы обобщения тестируются людьми. Значит, первый тип обобщения, самый такой очевидный, он называется процедурное обобщение. Точнее, или более точно обобщение к процедурной генерации уровней. Идея в том, что мы вводим понятие уровней в наш MDP, то есть наш контекст это уровень, грубо говоря, который определяется просто каким-то рандом седом, из которого этот уровень генерируется. Вот. Одной из самых первых сред, насколько мне известно, была среда, которая называется Prudskin, в OpenAI ее сделали, и мы просто можем задать сед, который нам сгенерирует уровень. У нас есть 16 сред, для каждой среды мы можем случайным образом так генерировать уровни. Эти уровни гарантированно для разных седов будут разные и гарантированно будут решаемы алгоритмом. Ну, практически в 99% случаев будут решаемы. Вот. И идея в том, чтобы мы обучились на каком-то фиксированном маленьком множестве седов, при этом протестировались на произвольно большом. Вот. Именно в этом и заключается обобщение. То есть, насколько агент может абстрагироваться от конкретных, от поиска конкретной траектории, которая решает задачу, как это происходит там во всех играх в Atari, в Bajoko, и может как бы выучить правила именно, вот, которые неизменны от седа к седу. Вот. И этот пример иллюстрируется вот на этой схемке. Представьте, что у нас есть тренировочные контексты и тестовые контексты. Точками обозначены конкретные контексты, вот такими квадратиками обозначены области. Самым простым случаем может быть, когда мы берем просто один какой-то тренировочный контекст и хотим, чтобы наша модель обобщала на область. Но так никто не делает, потому что это слишком сложно. Более реалистичный случай это вот как раз пример процгена, это когда мы имея несколько фиксированных тренировочных контекстов тестимся на произвольном сете тестов. Вот. Бывает иногда наоборот. Обычно так бывает, когда изначально генерализация не была исходной целью, а именно у нас есть произвольный сет тренировочных контекстов, а тестимся мы на конкретных черепикнутых тестовых. Так делается просто потому, что авторы выбрали эти тестовые контексты, потому что они обладают какими-то особенными свойствами, которые им интересны. Вот. Следующая очень интересная среда называется Quasal World. Вот. И это Continuous Control, где вы управляете роботом, где вам нужно переставить куда-то кубик. И суть в том, что вы можете варьировать вообще абсолютно все, что можно. И эта среда с самой большой варьируемостью, вы можете варьировать цвета, которые у вас будут в визуальных наблюдениях, вы можете варьировать функцию награды, то есть цели менять, вы можете варьировать динамику перехода в состоянии, а именно физические свойства мира, ну и собственно состояние в виде конкретных задач. Очень интересный факт про эту среду тот, что уже когда мы варьируем два параметра вместо одного, все алгоритмы, которые являются стоит узарт на отаре Маджока, они очень сильно проседают, они вообще не работают. Это говорит о том, что в таком направлении RL он очень сильно недоисследован, мне кажется. и третий скажем как центроид кластера это language guided RL. Интерес к этим средам, где у вас цель определяется языком, он вообще обоснован тем, что язык, структура естественного языка, она очень сильно пересекается с, как я уже говорил, с тем, что мы хотим в целом получить, когда мы думаем над тем, как вообще мы можем заставить наших кентов обобщать. Это к вопросу о вот этих всех идеях про субститивити, возможность экстраполировать и так далее. Собственно, в этой среде, она называется Baby AI, идея в том, что мы можем задавать цели, множество целей, оно комбинаторно большое, и мы можем для цели сгенерировать какое-то описание на естественном языке. Тут на самом деле не полностью английский, тут какое-то его подмножество, заданное контекстно свободной грамматикой. и это очень, как мне кажется, достаточно интересный тоже кейс, когда мы можем протестить generization агента. В целом, какие можно выделить тренды, что чаще всего это среды либо трехмерные, эгоцентрические, либо какие-то игровые, типа простгена, либо гриды. сеты контекстов, то есть какие типы, что именно мы изменяем между уровнями, это либо процедурная генерация уровней, либо какие-то непрерывные параметры, как в causal world, либо, например, дискретные кардинальные, то есть, например, грубо говоря, какую задачу мы решаем, открыть окно, открыть ящик, нажать ручку и так далее. Это пример не структурированных и пример структурированных, типа количество кубиков, которое мы меняем. И сами авторы выделяют несколько трендов в том, какие среды есть. Первое это процедурно генерируемые grid world с варьируемыми стейтами, такие, например, baby.ai. Второе это continuous control среды, где мы можем варьировать наблюдения, при этом в них нету процедурной генерации. И третье это multitask continuous control. Например, casual world это пример третьего кластера. Давайте обсудим, какой мы можем ожидать тип обобщения и как вообще его добиться. Представьте, что у нас есть сет контекстов, на которых мы обучаемся. Во-первых, мы можем тестить, как я уже говорил, indistribution обобщение. То есть просто взять то же распределение контекстов, с которыми мы взяли трейновые, и засемплить еще несколько, получить тестовое и протестировать их. Другой вариант, когда мы экстраполируем, но мы экстраполируем не полностью, а мы экстраполируем только отдельные факторы вариации, которые у нас есть в задачках. То есть представьте, что у нас есть два фактора вот здесь на плоскости не изображены, и мы варьируем только один. Это достаточно сложная задача, но не такая сложная, как когда мы, например, два фактора варьируем. Еще что мы можем делать? Это мы можем сделать наш сет, на котором мы сет контекстов не выпуклый. Я именно явно говорю, что он не выпуклый, потому что это нам позволяет протестировать то самое систематическое обобщение. Систематическое обобщение, я напомню, это то, когда мы комбинируем в новом виде, в котором мы не видели раньше, знакомые нам вещи. Например, мы показываем агенту, как двигать длинные ящики и как двигать тяжелые ящики, но не длинные. А как двигать длинные тяжелые, он не видел, он видел это по отдельности, поэтому он может у него это получиться. Дальше я хотел бы обсудить вкратце методы генерализации, и дальше будет примерно столько слайдов, сколько цветных прямоугольничков, и я буду говорить в целом про идею общую всех методов и какие-то наиболее репрезентативные статьи, по моему мнению, которые реализуют эти идеи. первая идея это дата аугментация и рандомизация домена. Эти идеи обычно очень хорошо работают в робототехнике, но в целом это делается для того, чтобы, например, аугментация данных делается для того, чтобы наша стратегия была более что ли инвариантная к изменениям в том же наблюдении, и таким образом была более устойчивая. Рандомизация домена это очень похожая вещь на аугментацию данных, но все же она отличается от нее. И она отличается тем, что нам не обязательно дегенерировать новые данные, мы можем это сделать в другом виде, но эффективна цель такая, чтобы мы расширили наш сет контекстов обучения таким образом, чтобы он был как можно ближе к тестовому. Именно поэтому эти задачи рандомизации домена, точнее не задачи, а алгоритмы, именно поэтому они настолько часто используются в технике, точнее в сим-туриел переходе. Взять например эту статью OpenAI, где они обучили решать робо-ракой кубик Рубика. Они как раз там начинали с того, что они в симуляторе очень сильно продомизировали домен. Или вот эта статья, где они сначала обучают, то есть обучить RL с аугментациями сложно, поэтому они обучают сначала RL без аугментации или слабыми аугментациями, потом с супервайс лернингом обучают алгоритм дистилляции этой обученной экспертной политики со сильными аугментациями. Очень интересное направление, оно называется генерация средств. На первый взгляд это кажется, что очень похоже на аугментацию данных или на рандомизацию домена, но в каком-то смысле это окончательный предельный случай вот этой постановки рандомизации домена, потому что он отличается только тем, что мы по сути параметризуем то, как у нас будут генерироваться наши среды. А именно мы вводим какую-то сеть, которая нам генерирует среду, и вот в этом примере идея такая, она очень простая, что мы вводим две сетки, две стратегии точнее, первая называется антагонист, вторая называется протагонист, вот, и генератор сред. И проблема в том, что если мы будем просто генератору сред просить сгенерировать сложные среды, то он будет генерировать нерешаемые среды. И вот для того, чтобы они были решаемы, мы как раз таки просим генератора сред минимизировать вот эту разницу, а именно делать так, чтобы можно лучше был по сравнению с протагонистом сгенерировать такую среду, чтобы это произошло. И такой подход он показывает очень хорошее свойство в смысле переносимости полиси на новые уже сгенерированные людьми задачки, он уже очень хорошо их решает. Другое направление это кодирование того факта, что мы хотим увеличить схожесть между контекстами в алгоритме оптимизации. Вот в этом примере делается что-то очень похожее на то, что я только что рассказал, только у нас нет сетки, которая генерирует среды, у нас есть только одна среда и мы хотим, чтобы наша стратегия была устойчива к пертурбациям в средах, чтобы она могла в окрестности в сред работать тоже хорошо. И мы обучаем для этого в adversarial стиле для рабастности. Следующим направлением таким интересным является кодирование индуктивных смещений в алгоритм, с которым мы работаем. Давайте мы просто как-то ограничим множество задач, которые наш агент может решить, но с другой стороны, это нам позволит что-то в него привнести такое, что позволит ему очень хорошо решать эти задачи. Вот пример такого алгоритма. Вот картинка из этой статьи. авторы говорят, что мы будем решать только задачки поиска пути в grid world и мы просто будем сеткой предсказывать конфигурацию гряда, предсказывать стартовую позицию, целевую, а Dextra нам будет предсказывать собственно путь. Так что вот так. И следующее направление называется да, это, кстати, все было по первому направлению. Второе направление отличается немножко от первого. Идея в том, что вместо того, чтобы мы увеличивались similarity между train и тестом, мы наоборот как бы учитываем различия между ними. И учесть различия можно в частности через регулизацию. А именно все подходы в этом направлении говорят, давайте просто регулизуем модель для того, чтобы она была немножко более простой. Вот этот алгоритм, я не буду реально в него вдаваться в подробности. Идея в том, что мы можем кодировать наблюдение в какие-то латентные состояния и вместе с этим можем их предсказывать во времени из прошлого в будущее. И идея алгоритма в том, что давайте обучим стратегию, которая не надеется на доставание информации из наблюдения, а вместо этого надеется на предсказание этой информации. Таким образом, она будет следовать безопасным путям и будет устойчива к пертурбациям сред. И скажем так, один из последних подходов это его идея в том, что мы будем вместо того, чтобы мы будем явно учитывать, мы просто будем быстрее адаптироваться к новым ситуациям. Это уже алгоритмы, которые реализуют эти подходы, это уже зачастую металлоргинг они используют. и такой самый известный пример, несмотря на то, что это алгоритм очень старый 2016 года, он очень хорошо себя показывает и в 99% случаев на вашей задачи он будет работать очень хорошо. Его идея очень простая, он называется RL в квадрате, его идея очень простая, она в том, что мы не будем обрезать hidden state RNN-ки у полиси между эпизодами и таким образом в этой RNN-ке будет накапливаться информация скажем так про задачу, которую только что решил агент. Мы как бы эти активации внутренние между эпизодами будем их обучать тоже RL, поэтому RL в квадрате. И последнее направление, которое выделяют авторы, это такое специфичное для RL вещи, там на самом деле алгоритмы, которые можно было раскидать по другим направлениям, но такой пример, который мне наверное показался самым показательным, это следующий. Здесь очень простая идея, давайте обучать полиси, да, они преследуют целью процедурную генерализацию, и давайте так обучать полиси, чтобы по ее фичам нельзя было предсказать в каком мы моменте времени, то есть буквально, чтобы полиси не оверхитилась на момент времени. Это понятное дело были вообще далеко не все методы, которые можно было описать, их очень много, и видно, что какие-то направления лучше исследованы, какие-то хуже, авторы, и если посмотреть, это дает достаточно цельную картину. Какие вещи авторы рекомендуют для следующих работ? Во-первых, это не просто переносить полиси без обучения, а именно делать обучение и потенциально рассматривать случай континул лернинга в RL. Следующая идея в том, что мы вообще не обращаем внимания на то, сколько у нас контекстов использовано в ходе обучения. И давайте по аналогии с sample efficiency рассматривать проблему context efficiency. Следующее направление это пресловутый sim to real. Это все еще направление, в котором очень много можно чего сделать. И по сути, кроме domain randomization, там особо ничего не работает. Поэтому очень большой потенциал для развития есть. И это можно было увидеть в табличке, но алгоритмов, которые могли обобщать на новые награды или, например, на новые цели, их очень мало. Поэтому это очень недоисследованная область. Собственно, вроде бы это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Я чуть-чуть на 5 минут задержался. Прошу прощения, но я буду рад ответить на вопросы. Спасибо, Артем. На самом деле, ты, наверное, даже не сильно задержался, потому что еще была моя болтовня в начале ожидания. Коллеги, если есть у кого-нибудь вопрос, пожалуйста, задавайте. Пока коллеги думают, я, наверное, задам парочку вопросов. Была речь про контекст, то, что можно к стейту добавить контекст, и мне интересно, как это вообще делается на примере каких-то более или менее сложных сред. Например, был пример, где можно в качестве контекста просто номер уровня подавать. А вот как это делается в задаче с, например, с этой роборукой? Просто пристакивается какой-то, добавляется какой-то вектор, в котором хранится физическое описание вот этих кубиков или задач? Вот эта вся история с контекстами, она скорее просто для нас, в первую очередь, точнее, для нас, для людей, которые этим алгоритмом занимаются, чем для алгоритмов. Алгоритмы мы, конечно, можем и этот контекст учитывать явно, вот, но это необязательно и есть как бы примеры успешных алгоритмов, которые этого не делают, но выбрана именно такая абстракция просто потому, что она самая удобная оказалась и самая общая. Вот, теперь отвечаю на первый вопрос, как можно закодировать контекст. Давайте посмотрим на вот эти вот гифки и здесь, например, контекстом будет просто, ну, например, вот если рассмотреть первую, то контекстом будет, ну, во-первых, можно так в общем сказать, что как бы сцена, с которой мы работаем, плюс параметры кубика, которые мы можем изменять. Ширина, высота, масса, глубина. Вот. Собственно, мы состояние разделяем на контекст, то есть то, что не изменяется. В рамках эпизода, понятное дело, у нас ширину кубика лучше не менять. Ну, давайте считать просто, что она неизменна. Вот, но положение вот этих пальчиков, оно меняется, и поэтому эта часть вот этого стейта S'', который является частью общего стейта. То есть этот контекст, его не обязательно куда-то подавать. Мы можем работать как раньше с полным стейтом. Просто мы держим в голове, как абстракцию, с которой удобно работать, что, по крайней мере, я это так для себя вижу, что есть у нас контекст, как неизменная часть среды, которая определяется в начале. Почему и мы начальное распределение состояния факторизуем, а не все распределение состояния. Вот как раз поэтому. Оно определяется в начале, из него мы определяем первое состояние, которое является изменной частью, а уже потом на основе вот этих двух вещей мы обновляем состояние и меняется у нас только вот эта часть S''. То есть это абстракция и не более того. Можно ее использовать, можно ее не использовать. хорошо, спасибо, а вот в этой абстракции такой еще вопрос, сама динамика переходов в следующее состояние, она зависит от контекста или нет? Ну, да, потому что мы просто говорим, что у нас S, наше состояние это пара из, вот можно посмотреть даже на эту картинку, это пара из контекста и S', и T динамика, она просто берет одну пару, берет действие и предсказывает следующую пару, в котором при этом в этой паре мы уже знаем, что C будет такое же, оно не изменится. Спасибо, у нас еще в чате есть вопрос. Так, можно ли подробнее про алгоритм последний, где со стратегией инвариантной к темпоральности? И снова вопрос про контекст. Почему это лучше здесь, чем отдельные MDP? Казалось, для задачи обращения агента устойчивого смещения награды MDP удобнее. Насчет последнего алгоритма, там делается так, во-первых, это не просто мы взяли PPO и добавили вот этот регулизатор, они там берут не PPO, какой-то PPG, по-моему, или или что-то такое, я не очень помню, но сам алгоритм реализован так, что мы обучаем GAN, где генератор это какой-то backbone policy, и генератор учится, мы подаем пары фичей в дискриминатор, которые либо инвертированы во времени, видите, тут FI и FG, они либо инвертированы во времени, либо нет, и дискриминатор учится понимать, инвертированы они во времени или нет, и дискриминатор учится это понимать, классифицировать эти фичи, эти пары фичей, а как бы backbone policy, он учится обманывать дискриминатор, то есть делать фичи такими, что их нельзя классифицировать, как что одна идет во времени перед другой или нет, вот, и это делается ровно для процедурной генерализации, потому что это именно то, что нужно для процедурной генерализации, чтобы модель не оверфитилась на конкретную последовательность, предположение такое, что если эта информация есть, значит однозначно мы заоверфитились, потому что policy будет смотреть, ага, что мы находимся в этом шаге во времени, значит мне нужно пойти сюда, потом сюда, потом сюда и так далее, вот, чтобы она так не делала, чтобы она не надеялась на момент времени, в котором она находится, добавляется такой регулизатор. Теперь про другой вопрос. Почему это лучше, чем отдельная MDP? Я думаю, что вообще эта абстракция построена именно над абстракцией, где у нас есть отдельная MDP, и мне кажется, что, во-первых, кроме того, что с ней проще работать, во-первых, она может покрыть более широкий сет его постановок. я сейчас подумаю, правда это или нет, вот, но в целом, как бы, кроме этого, мотивация дополнительно еще такая, что когда мы говорим про отдельное MDP, мы полностью выкидываем внутреннюю структуру, которая может быть между ними, которая может быть очень большой и сильной, то есть потенциально S' это может быть какое-то очень маленькое описание части задачи, которая, ну, как бы, там, описывает маленький процент того, что сейчас происходит в среде, а контекст может описывать 90% того, что у нас происходит в среде, вот возьмем опять же этот пример, в контекст у нас описывает то, что у нас в цилиндрик помещен робот, то, какой у нас сейчас ящик и так далее, а S' это просто, ну, то, какие положения сейчас у пальцев робота, вот, и описывать, как бы, то есть, по сути, у нас просто параметризация наших MDP, у нас будет огромное количество MDP, очень большое количество MDP, но сами MDP, они будут маленькие, и это не очень хорошо, наверное, чем если бы у нас был как бы один большой MDP, который, в котором бы много таких вот было направлений, которые ветвятся сильно в начале, ну, ветвятся сильно в начале, потому что мы сначала выбираем контекст, потом начинаем изменять вот эти вот состояния S' штрих, только которые изменяются. Насчет последнего предложения, я не очень понял, почему удобнее для задачи обучения агента устойчивого к смещению награды, казалось бы, наоборот, типа, мы же можем сказать, что если я тебя правильно понял, ты имеешь в виду goal-based RL, где мы просто говорим, что цель это какой-то стейт, вот, ну, тут, не знаю, может ли быть лучше или хуже с контекстом MDP или разными MDP? Вот, сложный вопрос, более философский. Еще вопросы? Если пока еще тишина, я еще один тогда вопрос задам. Окей, вот, если возвращаясь к абстракции с этими контекстами, столько было сложных и интересных алгоритмов, почему просто нельзя обучать полиси в лоб, чтобы накушал этот контекст вместе со стейтом, применять обычный RL, это прям сильно хуже работает, если PPO обучать на таких аугментированных стейтах. Вот, я просто сейчас приближу, вот так это работает, это работает не очень хорошо, блин. Понял, спасибо. Вот у нас есть, например, переменная, Bm это масса блока, Bs это размер блока BP, это по-моему физическое способство блока, типа трения или что-то такое. Мы просто обучаем полиси, она вообще не знает, что с... Просто мы обучаем, грубо говоря, multitask PPO. В модели ничего дополнительного не входит на вход, просто обычное наблюдение, как обычно, или картинки, или вектора, я не помню, что конкретно в этом алгоритме было, она просто continuous control вектор выдает, но она должна понять таску сразу, как только начала в ней действовать, и действовать в ней оптимально при этом. Понятное дело, что, например, для размера кубика понять эту таску можно за один кадр, о чем говорит не очень плохой перформанс этих алгоритмов. Но когда мы начинаем варьировать два или три параметра, у нас просто все ломается. Эти алгоритмы, они вообще не работают на таких постановках, на настолько сильно варьирующихся multitask задачках. Они очень плохо начинают работать. Прикольно, прикольно. Вообще не очевидно, честно говоря, я generalization раньше не особо интересовался, казалось, что должно работать. Ну, потому что generalization начался с процедурного, который даже не выглядит как generalization, он выглядит просто как то, что policy работала на training, почему оно не должно работать на тесте. Я сюда не включил график, как выглядит gap между training и test и reward у PPO, но он достаточно хороший. То есть PPO тоже тут даже тут, даже в таком простом случае генерализации, когда нам просто нужно понять в целом правила игры, даже тут оно не справляется. в целом вопрос. Коллеги, еще вопросы? У нас еще пара на руке есть. Вы все говорите про PPO, а вот про те подходы, которые QBase, которые у них вообще есть шанс генерализоваться? Они вроде как QValue, которые предполагают, что условно видели все, насколько они хуже генерализуются? Сейчас, можно еще раз, какие подходы я не понял? Value Based имеется. А, просто Value Based какие-то подходы? Ну, далее. Как они генерализуются в сравнении с PPO полисами? Ну, вот смотри, есть Real Algorithm Hindsight Experience Replay. Я не помню, он изначально для Value Based или, по-моему, он для Value Based как раз методов был сформулирован, то есть на DQN, если я не ошибаюсь, настройкой. И, казалось бы, да, что это мощный метод, который нам позволяет генерализовать, но у него есть одно не очень приятное свойство, неочевидное, вообще очень неочевидное. Он неявно предполагает, что Space наших целей, то есть мы тоже вводим по сути множество контекстов, как именно. Давайте, если говорить прям про вот эту таксономию, то мы будем этот Hindsight Experience Replay относить к методам, которые увеличивают similarity, которые делают, ну, например, optimization объектив меняют, это не суть важно, главное, что они увеличивают similarity между трейном и тестом. И главное предположение, которое они делают, что тестовые цели, на которых мы будем учиться, они находятся или в, или близко к распределению просто случайно выбранных стейтов от случайной политики. Ну, просто потому, что алгоритм так работает, он берет стейты и делает их целевыми. Но это не всегда так, потому что если мы, например, представим среду, где мы ходим по комнатке, и нам сложно выйти в другую комнатку, а будем обучать, делать какой-то exploration, будем общать hindsight на нем и тестить на состояниях вот в этой другой комнатке, то вообще не очевидно, почему это должно генерализовать, так как в ходе этого exploration агент будет не очень часто заходить в эту вторую комнату, потому что в нее сложно попасть. И поэтому это просто спекуляции мои, которые подкреплены просто моим ограниченным знанием. И поэтому, наверное, этот метод не очень хорошо будет работать, нужно что-то другое. в частности, поэтому, наверное, так мало методов, которые генерализуют к новым наградам, к новым целям, потому что это сложно. Еще вопрос в чате. я правильно понимаю, что ты говоришь про вот это? Про генерацию сред, ансупервайст инвертный дизайн и все такое? Слышно? Да, слышно. Нет, я вряд ли про это, я больше, ну, дана нам среда, предположим, она какая-то очень большая, мы делаем предположение, что в ней хранится на самом деле большое количество контекстов, но мы их не знаем. Возможно вообще как-нибудь достать эти контексты? Ну, вообще, вот эта вся история про контексты, она скорее, как я говорил, уже для ресерчеров, а не для алгоритмов, потому что как бы, ну, вот, например, смотри, в Простгене мы их сложно достать, вот, в Кожел Волде их просто достать, потому что у нас есть полный контроль, вот, опять же, как бы, обычно их не достают, обычно просто говорят, что вот у нас есть, как бы, такая-то задача, которая определяется тем, какое отношение между множеством трейновых и тестовых контекстов, вот, и в рамках этой задачи мы хотим продусировать тот или иной тип обобщения, вот, как бы, задача понимания контекстов, это немножко в сторону от генерализации и RL, как мне кажется. Ну, то есть, мы в каком-то роде можем сказать, что контекст это тоже часть MDP. Ну, да, да, конечно. То есть, это гамма-фактор, да, ну, я к тому, что, это на самом деле вопрос, относится ли гамма к MDP, или это все-таки какая-то штука на стороне алгоритма? Мне кажется... К MDP, скорее всего. Ну, насчет гаммы я не буду говорить. Не-не, я пуску пример. Я понял. Ну, да. То есть, возможно, контекст тоже в какой-то момент прям станет таким must-have при enforcement learning. Возможно. Но, как я сказал, множество контекстов, это как бы часть, это не часть MDP, это часть CMDP, которая является структурированной версией MDP. То есть, MDP с какой-то структурой. Где структура это тот факт, что стоит, можно разделить на что-то, что изменяется. Вот давайте вообще просто очень упростим, чтобы понятно было, что такое контекст. Давайте скажем, что контекст это то, что не изменяется от стейта к стейту на протяжении всего эпизода, а вот этот оставшийся стейт это все остальное. Окей. Спасибо большое. Коллеги, мы уже немножко задерживаемся по таймингу. Давайте, наверное, потихоньку закругляться. хочется сказать большое спасибо Артему. Очень круто, было интересно. Спасибо. До следующей встречи тогда. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.